Не Карлсон, но тоже живет на крыше. Турбодефлектор звучит сложно, а на деле это система вентиляции, которая необходима не только для промышленных зданий, но и для жилых домов. Созданием систем воздухообмена 2019 года занимается компания Гервент в Кугейском сельском поселении. В чем ее преимущество и уникальность, и как повлияли на производство санкции в репортаже Анны Центовской. Вот такое, казалось бы, небольшое устройство может положительно сказаться на здоровье. Свежий воздух необходим каждому. Компания Гервент Рус создала вентиляцию нового поколения. К электричеству ее подключать не нужно. Устройство крутится силой ветра. Все остальные решения, которые есть на рынке, они все стационарные. Что значит стационарные? Есть еще в советское время, придумали систему такую, сага называется. То есть они работают только, когда происходит поток ветра. А наша система работает. Вот ветер днунул, и мы уже дальше работаем. Ветер может не дуть, но мы крутимся. Из-за этого эффективность нашего решения в разы выше, чем эффективность тех решений, которые сейчас есть на рынке. Спрос на оборудование большой. Сейчас дефлекторы поставляются в Сибирь, на Урал и Юг России, а также в страны Ближнего Востока и Азии. Из чего состоит дефлектор? Это крышка, лепестки, обода, основание, два болта, два подшипника и посередине шток. Сборка занимает примерно около пяти минут. Десятилетний ребенок соберет его. Обычно такие ротационные трубины создают из металла, а эти из стабилизированного пластика. В сравнении с металлическими аналогами чувашский дефлектор бесшумный и более надежный. Настолько, что на него может встать человек. У металла очень много проблем возникло после того, как они внедрились при эксплуатации. Там основная проблема, они так как тяжелые, нагрузка на подшипник идет серьезно, и через год-два разбалансировка происходит, соответственно, он выходит из строя. Если сравнивать вообще с аналогами европейскими, наш стоит условно в 10 раз меньше, чем в Европе. В Европе он собирается из алюминия в большей степени. Из пластика, могу сказать, ни одной турбины в Европе нет из пластика. То есть мы почему сейчас запринтовали тоже много где, и почему хотят наш продукт, потому что его нет такого. Санкции, введенные против России, сыграли компании на руку. На рынке освободились места, которые она успешно заняла. А насчет комплектующих даже не пришлось беспокоиться. У нас здесь был немецкий подшипник, мы переключились просто на российские и на китайские подшипники. Вот то, что вы здесь видите, это все сборочный цех, а все отливается, так как это пластик у нас, все это отливается на нескольких предприятиях, на четырех предприятиях, это в республике Чуаши и в республике Татарстан. Только за один месяц здесь собирают 5000 турбин. И это далеко не предел. В планах увеличить эту цифру в четыре раза. Анна Цинтовская, Алексей Изотиков, Сергей Емельянов, Республика.